Квартирные воры орудуют, конечно же, круглый год, однако с мая по сентябрь особенно активно. Это и понятно, дачный сезон, горожане массово устремляются на лоны природы, к солнцу, воздуху и воде. Покидая свои квартиры на несколько дней, недель, а иногда и месяцев на произвол судьбы. Присмотреть за квартирами бывает некому, почтальоны доверху забивают корреспонденции и почтовые ящики. На телефонные звонки неделями никто не отвечает, и всеми этими признаками ловко пользуются воры. По дням недели пик квартирного воровства приходится на выходные. Суббота и воскресенье для домушников самые благодатные дни. Причина также длительное отсутствие хозяев. Если в среднем за неделю совершается 50 квартирных краж, то примерно 30, то есть больше половины, выпадают на выходные. С вами программа «Вызов принят». Здравствуйте! Что же касается времени суток, то какое-то предпочтение для домушников определить сложно. Понятно, что воры выбирают то время, когда дома никого нет. Когда в будние дни, обыватели находятся на работе, а в выходные выезжают на природу или дачу. Поэтому больше половины квартирных краж происходит в дневное время, а именно с 9 до 16 часов. Проведя анализ совершаемых преступлений в данном направлении, можно сделать вывод, что данные преступления совершаются в период с понедельника по пятницу. Если говорить о временных рамках, то это где-то с 15.00 до 19.00, когда граждане отсутствуют дома, находятся кто на работе, кто уходит в детский садик, кто уходит в магазин, кто в школу по различным причинам. Захватив щипцами цилиндр, преступник разломил его пополам и вынул из двери. Без цилиндра замок можно легко открыть отверткой. Это самый распространенный способ. Наряду с грубым взломом двери или ювелирным подбором ключа, как ни странно, одним из самых распространенных способов проникновения в жилище является свободный доступ. Причиной здесь является элементарная безалаберность или халатность хозяев. Кто-то оставил незапертой дверь, кто-то не закрыл форточку или балкон, кто-то элементарно не нажал кнопку замка, а кто-то просто оставил ключи в почтовом ящике или под ковриком. Причем в определении нужного ящика или коврика совсем не обязательно иметь какой-то особый дар предвидения. Злоумышленники методически поднимают все коврики и заглядывают в каждый почтовый ящик. Конечно, в первом осматриваемом подъезде эти поиски успехом могут и не увенчаться, но здесь срабатывает поговорка про лежачий камень. Не повезло с первым подъездом, повезет со вторым. Если не со вторым, так с третьим. Как говорится, не перевелись на свете простаки. Одно из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности в МВД по Октябрьскому району города Рязани является имущественное преступление против собственности, такие как квартирные кражи и кражи из дачных домов. За текущий период 2016 года зарегистрировано 22 преступления аналогичных преступлений, из которых было более половины раскрыто и в настоящее время уголовные дела направлены в суд. По оставшему части уголовных дел в настоящее время проводятся следственные действия и впоследствии также будут направлены с обвинительными заключениями в суд. Как утверждают оперативники, зачастую квартирными кражами занимаются организованные преступные группировки. А летом возникают группы поддержки, гастролеры-домушники. Они работают целыми бригадами, редко попадаются. Но уж если удается поймать, то выясняется, что за ними тянется шлейф из многих десятков краж. И дело оказывается серьезным. Буквально два месяца назад была задержана группа людей, которые работали в нашем регионе, в городе Рязани. Лица были с соседнего региона Московской области, которые спланированно совершали кражи на территории города Рязани и Рязанской области. Было все подготовлено, спланировано. Взятие данных людей было с поличным очень тяжело. Но, однако, приняты меры и к задержанию данной линии. Люди были задержаны. При себе были вещественные доказательства, которые легли в основу доказательств по уголовному делу. В настоящее время все данные лица задержаны, находятся в местах лишения свободы. Данные жители приезжали в наш регион, снимали себе жилье под видом, что они приехали работать, колымить и заниматься различной коммерческой деятельностью. Однако, занимались следующим видом. То есть, в ночное время занимались совершением краж, в дневное время подбирали объекты для совершения этих краж. То есть, оборудования были, в принципе, всем необходимым имуществом и инвентарем для совершения данных краж. То есть, все это имущество и все это оборудование у них было изъято. За серию квартирных краж в Рязани задержаны гастролеры из столичного региона. В ходе допросов гастролеры рассказали, что выбирали квартиры, в окнах которых не горел свет. После этого проверяли, смогут ли они вырвать замки. Оперативники Управления уголовного розыска регионального МВД задержали двух жителей столичного региона, которые подозреваются в совершении серии квартирных краж в городе Рязани. Старшему из задержанных 31 год, младшему 27. Ранее они уже были судимы за хищение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность злоумышленников к краже из квартиры на улице Быстрецкой, совершенной еще в конце декабря. В рамках дальнейшего расследования выяснились новые криминальные эпизоды. Есть те основания полагать, что ныне известный список пострадавших адресов далеко не исчерпывающий. Сотрудники уголовного розыска проверяют причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту квартирных краж. Прежде чем совершить данные преступления, люди к этому преступлению готовятся. Проведя анализ совершаемых преступлений, люди уже не первый раз совершают данную категорию преступлений. Прежде чем совершить, они все прекрасно знают. Данные преступления относятся к категории тяжких преступлений. И знают, что если они будут задержаны за данные правонарушения, они будут привлечены к реальным срокам лишения свободы. Профессиональные квартирные воры работают не спеша. Убедившись, что хозяева на даче, вор проникает в квартиру, затем впускает туда сообщников, и группа приступает к неспешному обыску, который может длиться и 4, и 8 часов. Тактика обыска – целый раздел криминологии, который полицейские постигают в академии, а воры – в тюремных университетах. Если преступники начали опрокидывать шкафы и вытряхивать из них вещи, считайте, вам повезло. Новички. Только беспорядок устроят, но ничего не найдут. Профессионалы же не мусорят. Один осматривает шкафы и сейфы, другой проверяет холодильник, банки с крупами, баки с бельем в ванной. Если здесь ничего не найдено, свинчивают плафоны, поднимают паласы, линолеум, иногда даже разбирают паркет, изучают трубчатые карнизы, ножки кресел, иголочкой протыкают подушки мягкой мебели, не спрятано ли что-то там. Если от воры и нельзя уберечься, то обмануть его можно. Один из простейших способов купить сейф с хорошей защитой. Класс него ценности не надо. Преступники провозятся со вскрытием, а когда выяснится, что сейф пуст, времени на дальнейшие поиски может и не хватить. Практика показывает, что домушники очень не любят двигать мебель, приступают к физически тяжелому занятию в последнюю очередь. Это людям на пользу. Неплохой способ защиты сделать во время ремонта небольшую нишу в стене. От стихийной кражи не застрахован никто, да и состав воров пестрый. Бомжи, алкоголики, наркоманы – не специалисты, берут все, что на виду. Видеотехнику, вещи, мелкие суммы денег. Попадаются и стихийные гастролеры, профессионалы, которые действуют без подготовки и в пупыхах. И редко находят хорошо спрятанные ценности. Таких краж немало. Все подготовленные преступления происходят либо по наводке, либо с учетом внешних признаков богатого жилья. Вору достаточно увидеть стеклопакеты на окнах и кондиционер, чтобы заинтересоваться квартирой. Бывает и так, что воры просто сядут на хвост новенькой иномарки и доведут до самого дома. Все дальнейшее дело техники. Сначала домушники выходят на разведку, проверяют, когда и на какое время хозяева покидают квартиру, когда возвращаются, на какой машине и прочее. Чтобы не встретить свидетелей, они обзванивают соседей. Профессионалы следят за квартирой несколько дней и только потом приступают к изучению деталей. Выясняют, насколько надежна дверь, как устроен замок. Абсолютно надежных замков нет. Замки отечественного производства вскрываются достаточно легко. Подобрать отмычку тоже не проблема. Если личинка слабая, ее просто выбивают. Если не поддается сразу, высверливают. Со сложными замками приходится повозиться. Но профессионалу достаточно получаса, чтобы вскрыть любой замок. Основные способы совершения кража – это подбор ключа и, соответственно, пластиковые окошки первых этажей здания или, если будем давать, в спальных районах – это дома, пластиковые окошки. Для защиты квартиры от воров требуется соблюсти элементарные правила. Хорошо укрепите дверь, по возможности установите металлическую. Уделите внимание защите окон, балконов, особенно в квартирах, расположенных на первом и последнем этажах. Установите на окнах жалюзи. Если вы уезжаете из дома на несколько дней, примите меры к тому, чтобы в почтовом ящике не скапливались письма. Покидая квартиру на длительное время, не оставляйте наиболее ценные вещи, сдавайте их в ломбард или на хранение в специальное хранилище. Не оставляйте ключи на видном месте. Следите за деревьями и кустами под вашими окнами. Своевременно обрезайте разросшиеся ветви. В выходные дни квартира многие пустуют. Люди остаются без присмотра. Поэтому число квартирных краш растет. А если человек будет знать, как ему действовать в той или иной ситуации, смотрите, если в квартиру соседа кто-то подходит, он уже подозрительному человеку, сейчас в подъезд на моем участке конкретно, люди уже дверь в дымофон не откроют. То есть позвонить, сказать, здравствуйте, мы в такую квартиру, они уже знают, потому что кто-то может взять и зайти в квартиру соседа, открыть, совершить кражу, то же самое. То есть они знают, что в выходной день чаще всего количество краж. Я им разъясняю, не говорю конкретно под рецом, я говорю, вот в этом доме была квартира на краже, вот в этом доме квартира на краже, вот здесь преступление, мошенничество, здесь мошенничество. И они уже ориентируются. Вот когда мошенничество уйдет к участку, ему просто говоришь, с гражданами беседуешь, и они уже в следующий раз, то есть я сам чувствую уверенность в том, что они не пустят людей каких-то. Подозрительным человеком. Обращаясь к жителям, хотелось бы в первую очередь обратиться и ориентировать на бдительность граждан. В первую очередь необходимо дружить с соседями, чтобы в их отсутствии кто-то за квартиру всегда присматривал. Следующий момент. В настоящее время есть возможность оборудовать двери, входные двери, более качественными замками российского производства или различными другими производствами, которые не так подвержены сильно вскрытию. Как бы не давать возможность открывать любыми отмычками, любыми проволочками и т.д. и т.п. Сегодня, как считают специалисты, самым надежным способом защиты является централизованная охрана квартир. Чтобы не допустить проникновения в домовладение непрошенных визитеров, в квартире устанавливается сигнализация, которая выводится на пульт охраны. Она моментально передает сигнал тревоги, и в считанные минуты у вашего жилища появится наряд полиции, охраны, который перепроводит самозванных гостей куда следует. Стоимость такой услуги в месяц можно сравнить разве что со стоимостью проездного билета в городском транспорте. Современные охранные системы разнообразны, как по цене, так и по назначению. Одни блокируют двери, другие реагируют на разбитые стекла, третьи контролируют перемещение внутри квартиры. Их можно использовать в различных комбинациях. Цена стандартного комплекта равнозначна стоимости установки одной фирменной бронированной двери. При этом эффективность защиты возрастает до 98%. Можно обратиться в специализирующие подразделения, в неведомственной охране, которые непосредственно имеют профессионализм по охране объектов. Да, это немножко дороговато, но все же это эффективно. Но одним из самых простых способов – это оборудовать подъезды видеонаблюдением. Для начала, в принципе, этого уже будет достаточно для того, чтобы можно было отследить время совершения преступления, а также количество людей. Для дальнейшего проведения оперативно-ростных мероприятий хотелось бы граждан попросить, чтобы не теряли бдительность. И если подозрительные люди такие имеются, звонили в полицию, не ленились, отреагируем, приедем, осмотрим. Ничего страшного не произойдет. Нам лучше это предотвратить. А по возможности, если увидели, что осуществляется вынос имущества, какие-то подозрительные люди, запомнить транспортное средство, на котором передвигаются данные лица, и незамедлительно сообщить органам внутреннего дела. На этом у меня все. Будьте внимательны и осторожны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok